Привет всем! Британские ученые выяснили, куда после стирки исчезает второй носок, а российские исследователи разработали бесконечную интернет-страницу. Подробности далее в программе новости науки с Ролиной Киряевой. Итак, в мире. Британским ученым удалось вывести формулу, используя которую можно рассчитать вероятность того, что после очередной стирки вы не досчитаетесь как минимум одного носка. В основе формулы лежит три показателя. Объем белья в машинке, число людей в доме и количество носков, загруженных в стирку. Согласно формуле, чем больше объем стирки, тем больше шансов потерять второй носок. Главными факторами при этом выступают сложность загрузки стиральной машинки, объем погружаемого белья, разделение по цветам, различные режимы стирки, а также количество носков в каждом цикле стирки. Кроме того, носки могут просто падать за батарею. А в России, в Алтайском государственном университете, в рамках федеральной рейтинговой системы levelpride.com, разработана самая большая интернет-визуализация лица Прайда. Это бесконечная интернет-страница с различными по размеру фотографиями школьников и студентов, где размер фото зависит от количества достижений человека в различных областях жизнедеятельности. Таким образом, на глаз за несколько минут можно найти самых активных, инициативных и талантливых молодых людей, которые добились успехов в учебе, науке, культуре и спорте. Слоган визуализации «Все как в жизни». Чем больше у тебя достижений, тем больше шансов, что тебя заметят. И напоследок в Татарстане. Магистрантка Института физики Василя Усманова одержала победу, представив свой доклад в рамках нового междисциплинарного направления «Икона физика». Международная научная конференция студентов, аспирантов и младых ученых Ломоносов прошла в МГУ имени Ломоносова в рамках Международного младежного научного форума «Ломоносов». «Иконофизика» — это наука, которая применяет методологию физики к анализу экономических данных. Даты зарождения «Иконофизики» как особого направления в экономической науке можно считать рубеж 20-21 веков. В России же исследования по соответствующей тематике стали публиковаться только с 2009 года. А на этом все. Продолжение следует...